здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала и всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что поддерживаете мой канал ставите лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также пишите запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны если вам понадобится индивидуальная консультация по данному видео находится номер телефона пишите на вайбер либо же на ватсап а также если кого-то заинтересует курса таро пишите получите подробную информацию также есть ссылки на дополнительные мои каналы меня попросили сделать расклад на евгения белоусова евгений белоусов родился 10 сентября в 1964 году и умер евгений 2 июня в 1997 году вопрос был такой соответствует ли его смерть от инсульта и что он делал в момент гибели игоря талькова был ли белоусов евгений свидетелем чего-либо я посмотрела его дату рождения конечно же но мирологически могу сказать это очень талантливый человек и по своей миссии да он по миссии должен был быть карьеристом у него был врожденный талант видеть все вокруг то есть он видел причинно-следственную связь у него был очень хороший интеллект он был азартным человеком у него также было повышенное чувство справедливости ну как правило я могу еще сказать что когда миссия тройка это очень творческие люди талантливые они могут быть успешными бизнесменами и он был талантлив во всем итак реализация к сожалению у него через четверку здесь нужно было очень огромная самодисциплина важна была для него вот только путем самодисциплины он мог добиться очень-очень многого и так давайте я посмотрю первый вопрос соответствует ли его смерть от инсульта соответствует ли его смерть от инсульта и второй вопрос что он делал момент гибели игоря талькова здесь будет сим-карт так я потом покажу так я вижу у него бы могло быть напряжение у него могу быть напряжение связано голова ноги здесь скорее всего какие-то как судороги могут быть да все мечевые карты показывают на то что все-таки что-то было связано именно с головой у него могло быть очень сильное давление черепное внутри черепное все-таки это что-то было связано возможно когда-то у него был удар ну потому что одни мечевые карты у нас мечевые карты это стихия воздуха она так или иначе связана с мышлением с головой и здесь что-то резкое могло произойти вот то что я вижу да действительно он умер от он умер от инсульта могло быть очень сильное давление причем резко что-то могло произойти и так что он делал момент гибели игоря он находился вместе со всеми кстати могу сказать там как рой вот это вот какая-то движуха была паника была он ничего не мог сделать хотя он понимал что он что-то должен предпринять но он ничего не мог в этот момент сделать он как будто был знаете в состоянии шока хотя он был достаточно смелым человеком но он не понимал что вообще происходит он видел что идет конфликт причем на ровном месте конфликт разгорается все больше и больше но я могу сказать опять по по тузу пентаклей он мог видеть очень многое и здесь также у нас идет король мечей конечно он видел даже конкретно человека который мог он видел конкретно человека который убил Игоря Талькова вот то что я вижу он видел это он был свидетелем вот по этой карте могу сказать что он может быть даже держал этого человека за руку он был свидетелем он был свидетелем и он видел кто убил Игоря Талькова а почему он молчал почему он молчал почему он не сказал милиции тогда в то время была милиция а кто убил почему он ничего не сказал потому что я еще раз говорю у него было очень повышенное чувство справедливости почему он ничего не сказал он очень сильно за это переживал он очень сильно кстати он мог об этом говорить кому-то вообще это для него была какая-то болезненная ситуация и он даже где-то может быть чувствовал себя в некой заложником вот этой ситуации вы знаете я так могу сказать все все знали все все знали даже в этой суете кстати кто-то мог тоже еще видеть вот эту всю картину полную но почему-то никто ничего не сказал понимаете я вижу что здесь вы знаете могли даже так сказать если бы ему угрожали он бы наоборот пошел ва-банк но ему кто-то подошел и сказал знаешь так по-свойски не лезь ты в эту историю не лезь это не твое не лезь сюда вот так я это вижу его как-то предупредили даже сказали что там какие-то разборки непонятные на самом деле потому что я уже делала расклад кстати такое все-таки было чувство что не то что я это и озвучила что Игоря заказали потому что он слишком говорил о том что действительно являлась правдой и он был не угоден властям на самом деле его должны были как-то понимаете ему закрыть рот а для того чтобы ему закрыть рот его нужно было убрать там был заказ самый натуральный Женя был свидетелем на самом деле Евгений Белоусов был свидетелем кстати вот я еще знаю что он открывал свой бизнес и по-моему у него у Евгения Белоусова был бизнес связан по-моему с алкоголем что-то было с алкоголем давайте посмотрю а почему в итоге развалился его бизнес вот по идее то что я видела по дате рождения он должен был быть богатейшим человеком но кстати так же могу сказать если бы он пошел в бизнес он бы до сих пор жил а он слишком быстро растратил свои жизненные силы и жизненную энергию на концерты иногда опять таки актеры певцы становятся заложниками вот этой популярности они очень много на самом деле отдают энергию залу понимаете очень много поэтому многие болеют и рано уходят потому что скорее всего популярность не в этом заключалась не в этом заключалась популярность может быть человек должен был идти совершенно другим путем но для того чтобы да прожить долго если бы евгений выбер выбрал путь бизнесмена изначально он бы мог прожить дольше и так почему у него рухнул бизнес давайте тоже будет семь карт и так во первых что то идет связано старший аркан отшельник ну во всяком случае знаете я бы так трактовала эту карту это очень такой бизнес который может находиться под определенным наверное скорее всего контролем он как-то так я имею ввиду бизнес связан с алкоголем так или иначе он кем-то контролируемый этот бизнес я вижу здесь предательство друзья мои здесь однозначно было предательство такое ощущение что его подставили причем собирали о нем информацию у меня идет у меня идет такое он на кого-то понадеялся возможно не все он в этом бизнесе что-то хорошо понимал поэтому он с кем-то консультировался те люди которые тут идут во-первых однозначно здесь в этом замешана женщина здесь в этом замешан мужчина его обманули потому что даже по семерке пентаклей ой простите по семерке фубков здесь верблюды в пустыне а им кажется там вдалеке караван а это мираж его обманули по поводу этого бизнеса просто хотел кто-то это криминальные структуры я даже так бы сказала отжать от него деньги но нужно это было сделать красиво а вот они красиво это сделали а вот и все а потом еще и на государственном уровне это как-то все провернули девяносто ребят седьмой год двухтысячные года это сплошь и рядом когда людей кидали обманывали причем все 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 куплено все все продажно на самом деле все коррумпировано поэтому я вижу что Евгения Белоусова просто-напросто обманули знали что у него есть концертные деньги знали что у него есть хорошие большие концертные деньги поэтому прям реально я вижу криминальные структуры которые так иначе могли быть связаны с налоговой полицией ну милицией налоговой инспекции с теми же с той же милицией все равно что-то это вот сделалось даже как-то на государственном уровне но это была подстава самая натуральная если вам понравился мой рассказ друзья мои оставляйте пожалуйста комментарии я желаю вам всем мирного неба над головой берегите себя берегите своих детей спасибо за просмотр и